Ну что ж, добрый день, дорогие коллеги! Сегодня я хочу сделать обзор одного очень ценного кембриджского ресурса, ценного-бесценного, но который при этом остается для нас, учителей, совершенно бесплатным ресурсом. В первую очередь этот кембриджский сайт, что я вам сейчас покажу, будет полезен тем, кто готовит, конечно же, к кембриджским экзаменам, или же тем, кому нужны будут дополнительные материалы по определенному языковому уровню по европейской шкале, например, нужны материалы уровня А2 для speaking и так далее. Чем же интересен этот ресурс? Во-первых, я говорю, что он кембриджский, значит, надежный. То есть, если мы готовимся к экзаменам, то логичнее всего, конечно же, пользоваться кембриджскими материалами, те, которыми, авторы которых и пишут для нас как бы тесты. Во-вторых, я уже говорила, он бесплатен. И в-третьих, здесь вы можете выбрать следующее, вы можете выбрать, какой материал вам нужен, по экзамену или не по экзамену. Вы можете выбрать уровень языковой детей от pre-A1 и до C2. Вы можете выбрать также skills, на которые вы хотите найти дополнительный материал. То есть, хотите на listening, на speaking или на что вы хотите. Итак, внимание, начнем. Адрес следующий будет у вас в строке www.cambridgeenglish.org. Вот, сейчас мы войдем, я покажу вам все с самого начала. Также ссылочку я оставлю в комментариях под видео. Дальше мы нажимаем с вами Teaching English. И нажимаем вот слева, у нас высвечивается с вами The Resources for Teachers. Вот сюда мы с вами и сейчас заглянем. Итак, вот написано у нас, да, Search for free resources. Что у нас здесь есть? Free materials, разные есть, да. Ну вот, давайте начнем. Например, нам нужен не для экзаменов я хочу, да, как бы так вот. Не хочу для экзаменов. Вот нажму, что я хочу, non-exam specific хочу, да. И хочу, например, подобрать для детей B1. Вот у меня есть группка замечательная, B1, и мне не хватает там для них какого-то материала интересного. Да, хочу подобрать. Так, что нам он выдает, да, Select resources. Ну, я не буду выбирать, я все хочу посмотреть, все, что у них есть на B1, да. Skill, ну, допустим, хочу на Reading найти что-то, да. Хочу B1 дать сегодня Reading. Нажимаю Search. Вот, пожалуйста, у меня три. А, вещь он мне выдает. Three classroom activities. Здорово. Так, что же он мне предлагает для B1, да. Festivals lesson plan document. Пожалуйста, тебе вот. Classroom activity was designed to help learners talk about costumes, бла-бла-бла. Также он мне предлагает speed reading, scanning classroom activity. И предлагает еще vocabulary activities, education. Я знаю, что это такое. Это слова, которые они предлагают, например, да. И там идут различные игры со словами crossword, definitions, word search и так далее. То есть различные такие игры, да, замечательно. Давайте посмотрим вообще, какие у них есть ресурсы и тогда, что мне все понравилось, да. Хочу еще посмотреть, что есть. Нажимаю Search. Вот, 12 он мне уже выдает. 12, non-exam specific, classroom activities, lesson plan, teacher guide и так далее, да. Давайте посмотрим. Хочу к экзамену подготовиться, да. Что он мне предложит, например, select qualification. Что он мне предложит, допустим, на... Там я вот видела, что было что-то даже про TKT, да. То есть all levels мы используем, да. И используем тогда снова вот здесь. Выберем, допустим, видите, здесь есть CAE и skills for life. И вот TKT даже есть, да. Допустим, модуль 1 хочу использовать. Что там у них есть, посмотрим, да. Search. Вот, аж 22 ресурса у нас есть, да. И sample papers, даже lesson plans есть для TKT. И посмотрите себе, да. Так, то есть этот ресурс будет полезен даже и teacher strainers, таким, как я. Так, посмотрим, что у нас есть деткам, конфеткам. Ну, например, давайте пойдем на movers, да. Movers у нас уже есть продвинутые детки. Хотим им что-то дать, допустим, на listening. Давайте посмотрим, что есть у нас на listening для movers. Six things, вау. Поглядим, вот есть vocabulary list, classroom activity, lesson plan, и даже sample papers мне предлагают. Ну, посмотрим, допустим, classroom activities. Это постеры. Так, они у меня есть в распечатанном виде. Мне лично это неинтересно. Посмотрим на lesson plan. Вот, тут даже есть aim movers, lesson plan, да. То есть вот такой вот ресурс, где вы видите, вы можете найти различные материалы кембриджские. Так что пользуйтесь на здоровье, пока это все для нас бесплатно, пока это наша поддержка для кембриджских учителей. В следующем своем обзоре я расскажу вам также о других бесценных ресурсах, которые остаются для нас по-прежнему бесплатными, кембриджские. И не только, которые, безусловно, будут полезны вам, как дополнительные материалы. Так что до встречи. Пользуйтесь ресурсами. Продолжение следует... Продолжение следует...